У нас 112-й урок по книге Мишли, и мы остановились на 14-й главе, 7-е предложение, но прочитаем и 6-е предложение тоже, поскольку они связаны, и пройдём дальше. Это прошлое предложение. Следующее предложение говорит. На русском переводчик переводит таким образом. Удались от человека глупого, ибо не найдёшь разумных уст. В общем, близко. Лех – это пойди, минегит, от, напротив, человека глупого. Объясняет Мальбем, что есть разница между «ксиль» и «лейц», и то, и другое переводится как «глупец», но есть разница на иврите между этими двумя словами. То есть, между тем, что написано в предыдущем пасуке и в этом пасуке, «лейц», он не насмехается над датом, но только над хохмой, поскольку у него нету каких-то доказательств, и они приходят по традиции, по каболи. Они ведутся ясным знанием, не даются ясным доказательствам. Если бы он их постичь мог, это даат Брура, то он не смог бы с ними спорить и не стал бы над ними смеяться. Но, поскольку он ищет хохмы и не находит хохмы, то он не может прийти к разуму, к разумению, к твуне, к бине, поскольку бина идет сразу после хохмы. Это анализ, который делается на основании полученной информации. Что тогда даат, после того, как у человека есть твуна, к нему приходит, легко приходит даат. Но ксиль – это человек, который не леется, он не насмешник, поэтому он может принять и готов принять и принимает законы хохмы. Но у него есть таева, так Мальвим все время объясняет слово ксиль, у него есть серьезная тава, то есть серьезные желания, связанные с этим миром, и они пересиливают его. И поэтому, поскольку законы мудрости идут против таавы, против вот этого вот понимания, поэтому у него есть даат, у него есть понятие даат, которое есть. Это понятие он мишане, он его изменяет. Как мы написаны? Как написано в «ксильм» и «сну даат». Ксильм – они «лишанот» – это изменять, а «лишанот» – одна и та же буква «сэма», «син» и «шин» – это ненавидеть. Поэтому ксиль, он ненавидит понятие даата. То есть, что даже когда он принимает законы мудрости, то есть то, что дается сверху, и постигает их своим атрибутом бина, нагон, разумом, до того состояния, что он начинает в него это входить как даат, тем не менее. Даат, который в него вошел после того, как даат к нему входит, после этого он его ненавидит. Он обращается к нему с атрибутом, который называется атрибут сина – ненависть. Почему это происходит? Поскольку это приходит обвинять его Таеву, даат приходит против его Тавы, против его… Мне каждый раз трудно перевозить слово «тайму». Гидалия, как Таеву перевести? Вожделение. Ужас какой. Приходит против его вожделения, как написано, что Таева будет его все время спорить с его душой, и это приходит как то, что ненавистно к силям – уйти от зла. То есть уйти от зла – это противоречит его желаниям, связанных с этим миром, поэтому это ему отвратительно. Как я уже объяснял, говорит Мальбин, там-то и там-то. И этот человек хочет идти по велениям своего сердца. Фактически, я в скобках Мальбин этого не пишу, я добавляю. Фактически, это то, что имел в виду Хумаш, когда говорил «Лотатуру ахарели вэвэхам, ахаре эйнейхам» «Не следуйте вслед вашим глазам, вслед вашим сердцам, которые вы соблазняетесь, следуя за ними». Поскольку соблазн, который возникает у человека, когда он видит, когда его сердце вожделеет, когда его сердце, короче, к этому стремится, то это получается, что человек, у которого сердце сильное, а мозги слабые, то есть его разум, у него такая сильная таова, что ему трудно победить ее с помощью разума, то он вынужден оставить доводы разума и идти согласно доводам своего сердца, своего желания. И в этой ситуации получается, что поскольку он принял мудрость, и он понимает, что он делает это антидействие, то в этой ситуации получается, что он начинает ненавидеть свой даат. Поэтому ты понимаешь, что то, что ты познал, то сифтей даат этого человека, имеется в виду человека Баальтаевы, Ксиля, то после этого его познание, его даат, она не может идти вместе с ним. Лейц-насмешник, он метлоцесс на хохму, он начинает насмехаться над Торой раньше. Еще та часть Тора, которая дается и которой невозможно доказать, уже эту часть Тора он не в состоянии собирается принять, он насмехается над ней. И он не достигает понятия даата вообще. Этот человек, о котором мы говорим сейчас, Ксиль, он воспринимает хохму, он умеет рассуждать, и он доходит до состояния даат. Но в тот момент, когда даат пересекается с Торой, даат Тора пересекается с Ватаевой, то он отказывается принять даат. И он нам дает совет в Шлома Амеллах, что мы должны убегать, я не знаю, как правильно сказать, уйти от человека, который вот Ксиль, поскольку если ты с ним пойдешь, то ты знаешь, что все, что он говорит из вулст, не вытекает даат. Потому что даат покупается с тем, что с разговором, с речью. Даат, оно всегда связано с дебуром. Нету даат бли дебур. Поскольку человек отличается от животного тем, что он, животное, живет на уровне инстинкта. Человек живет на уровне анализа разума, который он делает, и потом с помощью того, что он проанализировал, он приходит к тому, что то, что у него было в голове, оно переходит в тело. В Каболе часто говорится, что даат человека находится, это состояние, ну даат есть два, верхний и нижний, она находится, ну фактически обитание даата – это в горле, вместо дебура. Поскольку шея, горло – это то, что соединяет голову и туловище, соединяет познание с действием. Даат – это там и да, то качество, которое как у Всевышнего, так и у человека, то качество, которое соединяет разум с действием, руководит всем действием. Человек, который дошел до понимания того, что как ему надо себя вести, и понимает, как ему себя надо вести, но при этом Таева преодолевает даат этого человека, получается, что его уста физически не могут сказать слов мудрости, слов даат, поскольку дебур – это то, что связывает Махшову и Маосе, разум и действие. Соединяющая планка – это дебур, это высказание человека, это даат человека. Поэтому человек – глупец, он отказывается от этого даата. Это то, что, как объясняет Мальбим этот посуд. Гаон Мивильна, я еще вернусь немножко к Мальбиму, Гаон Мивильна говорит, что нужно уйти от Ксиля, имеется в виду, что нужно идти, не просто уйти от него, как переводит Мальбим, слова «Лех ми негет иш ксиль» – «иди против человека Ксиля», можно объяснить, удалиться, как нам объяснил этот перевод, который я читал, и также, в общем, объясняет Мальбим. Гаон говорит, что нужно идти против него, не просто удалиться, а воевать с ним. Что имеется в виду? Сразу же, как только ты слышишь «Дебрей ксилут» от слова вот этой вот глупости, тебе нужно начать с ними воевать, потому что это нужно для того, чтобы ты не познал слова, он не познает слова «даат», но только. Существует «даат» само по себе. Когда у человека разумного, человек, который стремится к этому «даату», даже внешние слова, которые он говорит, имеются в виду не слова «Торы», а «Дебрей Холь», слова «будни», когда обсуждаются какие-то, не знаю, рассказываются анекдоты, грубо говоря. Это тоже человек, который человек, посвятивший себя разуму, он в его анекдотах, в его «Дебрей Холь» тоже будут слова «даат», имеется в виду «даат Тора». То есть самые простые слова, которые он будет говорить, он будет говорить слова, связанные с Торой. А этот человек ксиль, у него даже в его умных речах не появятся слова «даат». И поэтому сказано «минегит», напротив, имеется в виду, даже если ты возвращаешься от него и не хочешь идти по его путям, то есть ты готов его выслушать, но понимаешь, что ты не пойдешь по его путям. Несмотря на это, ты должен стараться и вести себя таким образом, чтобы не приближаться к нему, то есть чтобы это было «блиедата». Ты должен постараться «бальедата», не познать его, не познакомиться с ним. Это первое объяснение. У меня здесь есть комментарий из Тфу Срешон, из первого издания Вильнинского Гаона, где Гаон пишет немножко иначе. Он пишет, что когда ты идешь против человека, то сразу же ты должен отличить, не познать слова, которые он говорит, и вот его «даат». То, что сказано с «сифтей», слова «сифтей» — это губы дословно переводятся. Имеется в виду, те слова, которые он не идут против «даат», которые он говорит не против «даата», от них тоже надо отдаляться, потому что все его слова, независимо от того, что он имеет в виду, они в конечном итоге приведут к кандидату. Второй перушь, который Гаон здесь добавляет и говорит, он говорит, момент, «ми негет», что такое против? Имеется в виду, даже если ты не согласен с ним абсолютно, и ты хочешь с ним воевать, несмотря на это, тебе надо постараться не знать, что он имеет в виду. То есть существует два перуша Гаона. Первый перушь что? Когда ты говоришь с человеком, который ксиль, тебе надо сразу же с ним воевать, как бы, с любым его словом, ты должен в сердце, в себе восставать против него. Это перушь номер один. И перушь номер два, что даже когда ты хочешь воевать, ты должен изначально отдалиться. То есть, лихой ровно наоборот. Не воевать, а отдаляться. Постараться не слушать, что он говорит. Даже когда ты лыкатхила, изначально готов и стремишься к тому, чтобы с ним не согласиться. Тебе лучше не слышать этих слов, потому что диврей кфира, диврей вот эти вот вещи, которые возникают у этого человека, они как-то заставляют к ним прислушаться. Даже когда человек воюет с кем-то, тем не менее он слышит оппонента. И слушая оппонента, он уходит от слов Тора и слушает слова Тавы. И это оказывает какое-то влияние. Поэтому Гаон привел два перуша. Общий секунд, что в тот момент, когда нужно воевать, бывает ситуация, когда нужно, я не знаю, самый простой пример. Приходит к кому-то из религиозных людей, человек, который находится в Бедерих, по дороге, и начинает излагать свои идеи. Ему не нужно сразу же сказать, ты козел. Это не обязательно делать, в Ток-де-Дибур. Нужно с ним поговорить и попытаться притянуть его к Торе. Для этого его нужно выслушать и показать ошибки и так далее. В этом случае человек обязан слушать, но он должен сразу же воевать с Дибрей Ксилут, со словами Ксиля. Есть второй вариант, глупца, но глупца, который идет на поводу Таевы. Есть второй вариант, когда это никому не нужно, никакого смысла нету в этом разговоре, то в этой ситуации просто надо, несмотря на то, что я знаю заранее, что я с этим не согласен, я должен от этого отдалиться. И Гаун и Мальбим здесь идут по такому пути, объясняя слово Ксиль, что Ксиль – это глупость, которая возникает, Ксилут. Это такой вид глупости, который возникает у человека, который в принципе готов принять то, что сверху, но его Таава, его стремление, желание вожделения к каким-то вещам, она мешает ему исполнять заповеди, идти по законам Хохмы, и поэтому он не может достигнуть дат, потому что, несмотря на то, что как бы логически он должен дойти до этого уровня, ладад, как правильно себя вести, но Таава ему мешает, и он начинает этот дат искривлять тем или иным способом. Поэтому его слова никогда не выскажут слов дата. Эмэд состоит, правда состоит в том, что этот посуд, он, Мишли, Шлома Амэлаха, он имеет серьезное отношение к нашим дням, к тем дням, в котором мы сейчас находимся. Поэтому я немножко, наверное, отвлекусь на Иньяна де Йома, на вопрос, связанный с нашими днями. Мы находимся в периоде Омера, Сфера до Омера, и Сфера до Омера это дни подготовки к Шивоту. Поскольку я боюсь занять слишком много времени, я очень сокращу, существует такой вопрос, на какой, почему Шивот, я даже не буду в него входить, но совсем в двух словах. Шивот это единственный праздник, указанный в Торе, в котором не написано, какого числа и какого месяца будет Шивот. Пейсах мы знаем 15-го Ниссана, Рожа Шона 1-го Тишрия, и так далее. Шивот – единственный праздник, в котором число может быть разное, не всегда одного и того же числа. Потому что сказано, Ламахарад и Шаббат будет Шивот. 50 дней ты посчитаешь дни Омера, Ламахарад и Шаббат, на завтра после Шаббата, имеется в виду первый день Песоха, приносится Корбан Омер, считаешь 50 дней от Корбан Омера, и тогда начинается Шивот. В зависимости от того, как Байздин благословляет месяца, может быть, и Яр, и Ниссан, оба полные месяца, тогда Шивот будет 30-дневный, тогда Шивот будет 7-го числа месяца Сиван. Шивот может быть оба месяца, могут быть неполные, и Ниссан, и Яр, тогда Шивот будет 5-го числа. Если один полный, другой неполный, то он 6-го числа, и так установлен сегодняшний календарь, когда мы не благословляем месяца по указанию Эдим, а календарь освещен заранее на 6000 лет. Но в идеальном варианте, когда есть Байздин, она освещает месяца, Шивот может плавать в течение трех дней, число Шивота неизвестно. Он именно на 50-й день после того, как приносится корма номер. И в тот момент, когда это происходит, когда происходит Матан Тойра, происходит дарование Торы, то в этот момент звучит коль Всевышнего. Во-первых, вначале Амисраэль говорит, на Севанишма, сделаем его слышим. После чего Всевышний говорит, что если вы принимаете Тору, хорошо, если вы не принимаете Тору, я поднимаю горы Синая, пускаю на вас, и весь мир разрушается, и приходит состояние Тоу-Вогу. И спрашивает состояние, которое было во время творения мира, состояние такой вот хаоса, полного, фактически мир разрушен. И Тосфос в Геморе Шаббат задает вопрос, после того, как евреи уже сказали, что мы принимаем Тору, зачем нужно было дать Тору бекфия? Зачем нужно было дать Тору вот таким вот странным способом, способом, который связан с тем, что их заставили ее принять? Они и так были готовы. По принуждению. Как вы сказали? Принудительно. Зачем нужно было дать Тору принудительно? В тот момент, когда Амисраэль готов был принять Тору заранее, и все вроде бы как хорошо. Принуждение в даровании Тора это очень важный иньян для того, чтобы понять, что такое хага-шивот. Чтобы просто понять, что мы празднуем 6-го сивана, нужно понять, почему Всевышний нас заставил это сделать. Поскольку в этом кроется ключ к пониманию того, что такое кабала-тойра, которая происходит в шивот. Прежде всего, у меня просто было одно такое несколько шоковое состояние. Я поделюсь с вами. Есть Маораль, которая объясняет совершенно, на мой взгляд, непонятно, объяснение, почему нужно было, чтобы Тора была дана беонос. Маораль пишет, что поскольку, когда мы получали Тору на горе Синай, то получение Тора на горе Синай называется бритни-суин. Брит, который называется, как бритни-суин перевести? Свадебный союз между Всевышним и Амисраэлем. И вот этот свадебный союз, который заключается, был заключен во время дарования Тора. Прежде всего, я хочу два слова сказать о том, что такое брит, поскольку очень важно понять. Слово союз – это действительно, брит переводится словом союз. Бритов в Торе написано очень немного. Есть брит Каббала Тойра, бритни-суин. Есть брит Мила. Есть брит Омер. Омер называется бритом в Торе. Приношение жертвы Омер, которые приносили, называется бритом. И Гаон Мивильно объясняет очень интересно, что такое брит. Во-первых, чтобы это понять, нужно забежать вперед или назад, я не знаю. Я не думаю, что, несмотря на то, что много людей присутствует на брит Миллах регулярно и систематически, все наизусть помнят брахот, которые говорятся во время брит Мила. Но первая браха, которая не первая браха, а браха, которая говорится во время брит Мила. Мойл говорит броху аля Мила. Ашер китшану витсвата ватсывану аля Мила. А после того, как закончена Мила и дается имя ребенку, то в этот момент считается очень длинная браха. И в этой брахе говорится борухата ашемала кейну мэла алам корет габрит. Дальше неважно. Вот слова корет габрит, я хочу обратить внимание на эти слова. Дословный перевод я даже не знаю, как перевести, честно говоря. Поскольку слово корет, карес, все знают, что такое карес, отрезание души, наказание. Корет это отрезание, разделение. Брит это союз соединения. Браха, которая говорится на брит Милле, браха, который физически перевести на русский язык невозможно. Не знаю, как автор-переводчики на русский переводят псидури, я понятия не имею, не смотрел. Но Лихойра, тут написано антонимы. Корет габрит. Либо соединение, либо разделение. Понимаете, что я имею в виду? Был такой анекдот в сталинских времен, что, наверное, уже после сталинских, я так думаю. В таком случае, я его услышал явно сильно после сталинских времена. Как стоит молодой человек на границе Белоруссии и Украины и смотрит, с одной стороны, лозунг «Хай, живи, товарищ Сталин!», с другой стороны, не «Хай, живи, товарищ Сталин!». Он говорит, как же он может быть «Хай», когда он не «Хай». Его, естественно, посадили. Так вот, как может быть брит, когда он корет, и как может быть корет, когда он брит? Гаон отвечает на этот вопрос довольно интересно. Что такое союз? Два человека, которые дружны, которые хотят быть вместе и так далее, но они разные люди, им периодически надо разделяться. Союз, который заключается, состоит в том, что Рувен и Шимон. Рувен отделяет часть себя и дает Шимону, Шимон отрезает часть себя и дает Рувену. Когда заключается брит, то каждый дает часть себя. Брит между Амисраэлями и Всевышней, когда Всевышний дает часть себя, то есть Тору вниз, Амисраэлю, это часть Гакодаш-Барагу. А мы даем, что мы можем дать? Кусочек кожи, это брит Мила, и Корбан Омер, кусочек материального мира, который мы посвящаем Всевышнему. Поэтому Омер называется брит, и поэтому это единственная жертва, которая в Торе написана, что вы должны принести Омер Лера Цанейхам, по вашему желанию. Все остальные Корбанод, это хава, обязан, ты обязан, ты приносишь. Здесь это обязанность, но обязанность только по желанию, потому что брит не может быть не по желанию. Союз невозможно заставить заключить. Если заставить заключить союз, то это будет союз Нерушимый Республик Свободных. Он долго не существует. Брит, который, настоящий брит, это брит, который два, я не знаю, две субстанции, два элемента, заключающие между собой брит, каждый дает что-то свое. Что-то свое, это Всевышний дает кусочек себя, то есть Торы, мы даем кусочек материального мира, то есть бритмила, корбаномер и так далее. После того, как мы это обсудили, двигаемся дальше. Всевышний дает Тору на горе Синай, и этот брит, который называется, называется бритни Суин. Майораль пишет совершенно непонятную вещь. Он пишет, что есть отрывок Торе, который говорит, что если человек изнасиловал девушку, то он обязан на ней жениться, и после этого он не может с ней развестись никогда. Говорит Майораль, что Акодыш Барагу должен был взять Амисраэль в качестве невесты силы, для того, чтобы этот брит был навсегда, и никогда нельзя было развестись с Амисраэлем. Для этого было сделано то, что дана Тора была бонус. Я думаю, понятно, почему на меня это вызывает. У меня это вызывает несколько отрицательные эмоции, но у меня был случай, когда я давал урок в одном месте, и одна из девушек мне сказала, почему вам не нравится, это так романтично. Я, честно сказать, романтики не увидел, я был несколько шокирован. Но тем не менее, Майораль это пишет. И от того, что мне не нравится и непонятно, Майораль остается Майоралем, и надо попытаться понять его. В принципе, Майораль и Тосфас дает один и тот же Тируц. Тируц, который заключается в том, что Акодыш Барагу открыл на горе Синай народу Израиля, что если Тора не принимается в этот мир, то мир, нет никакого смысла в существовании мира. Им было открыто это настолько явно, что они были лишены свободы выбора, и это был тот онес, который произошел. И Акодыш Барагу открыл им, что поскольку вы не можете не принять Тора, не то, что вы хотите, принимаете, хотите, нет, они уже сказали, мы хотим. Всевышний им ответили, неважно, хотите вы или нет, вы примете его независимо от ваших желаний. Потому что, если вы не принимаете Тора, то мир не может существовать. И они это почувствовали, узнали на таком высоком уровне, что это называется онесковала Тори. И по той же самой причине, что они были вынуждены принять Тору, по той же самой причине, Всевышний не может развести с народом Израиля, поскольку, если Тора не останется в нашем мире, то не будет брита союза между мирами Торой и, соответственно, придет состояние Тоо-Вогу. То есть, это дорога с двухсторонним движением. Это то, что открыл Всевышний, это то, что имеет в виду Маораль. Написал Маораль, это таким несколько языком своеобразным, как всегда пишется, наши хазали очень часто используют, не всегда, но часто, используют Машалим, примеры, которые не до конца понятны, и надо их расшифровывать. Это тот пример, который привел Маораль. Теперь будем двигаться дальше. Амистраэль вынужден получить Тору. Это кфия. Амистраэль, народ Израиля, вынужден получить Тору. Его заставили. Это кфия, поскольку иначе не может существовать мир. Кфия, понятие заставили, оно может существовать только в том состоянии, когда есть какое-то противоречие. Я получаю Тору, но, в принципе, я бы этого не хотел. По какой причине, я бы не хотел. Иначе заставлять невозможно. Понятие заставить, это значит против нормального состояния. Нормальное состояние человека, это не принять Тору. Ув да, мы видим, что все остальные народы мира по той или иной причине отказываются принять Тору. Поскольку уже много времени, тысячелетия, мы празднуем День Дарования Торы, то принято считать, что Дарование Торы это такая вещь очень приятная, можно что-нибудь вкусное съесть, молочное, мясное и так далее. Но Лэ Майса, Дарование Торы, это то, что противоречит нормальному состоянию этого мира. Поскольку Тора, это кусочек Аламаба, она приходит из Ойламаба. Она на самом деле не должна находиться в этом мире, не должна, конечно, в кавычках, потому что ее нахождение в этом мире это антиприродное состояние. Принять Тору, это значит отказаться от куска этого мира, отрезать из себя часть этого мира. Есть Пасук в Торе, который говорит, «Зод Тора да Адамки и Муд Богль». Вот Тора человека, который умирает в шатре. Пасук, шат, пасука говорит о законах передачи ритуальной нечистоты. Но Хазаль, Даршим, вы знаете, что в Торе есть четыре уровня понимания. Пшат, Ремис, Дарш, Сот. Дарш, который, толкование, которое идет из этого пасука, оно такое. Говорит Гемора, «Эйн Тора миткаемит элабемишем и мит асмуалейха». Тора не осуществляется, не остается, а только в том человеке, который умирает за нее, заставляет себя умереть за нее. Существует понятие Алла-Мазе этого мира, и этот мир противоречит Торе. Он весь является противоречием. Есть Таава этого мира, желание получать удовольствие, есть удовольствие Торы. Они могут быть связаны, но когда я получаю удовольствие ради удовольствия, а не ради Торы, то это противоречит Торе. Человек должен сделать так. Другими словами, я попытаюсь как-то, я вижу, что мне тяжело это Лаагдир немножко определить. существует два понятия жизни. С одной стороны, Тора-Тхайм, жизнь Торы, и с другой стороны, жизнь не связанная с Торой, которая определяется, не помню кем, Дарвином, Энгельсом, как способ существования белковых тел и так далее. Такое нормальное состояние вещества. Человек живет, получает удовольствие, кушает, обменивается с едой, белковыми телами, еще чего-то делает, и вот так вот он живет. Это действительно немножко похоже не на жизненное существование, но в определении, которое дается дарвинизмом и так далее, это и есть жизнь. И существует жизнь Торы, по Торе. Жизнь по Торе это связь между душой и телом. Связь между душой и телом, она существует, когда душа связана с Торой, и через душу тело соединяется с Торой. Для того, чтобы соединиться с Торой, для того, чтобы Тора стала частью человека, нужно, чтобы вторая жизнь закончилась. Нету другой жизни, нужно от нее уйти. Тора не меткоемит, Тора не может существовать, а только в человека, который умертвляет себя для Торы. Другую часть жизни он убирает из себя. Глупец Ксиль, о котором говорит этот пасук Шлома Амеллах, это человек, который находится, он познает Тору, он готов принять хохму, у него есть атрибут Бины, он очень разумный человек, он умеет рассуждать, он понимает, он выучивает Тору до такого уровня, что это становится частью его, до того момента, когда против этого не встает понятие Таава, вожделение. Причем, вожделение может быть и разрешенное, и запрещенное, это могут быть много-много доргот, много-много уровней. Но, в тот момент, когда его Дат, Дат Торы, говорит о том, что жизнь, она вот эта, вот она Тора, она не то, что мне сейчас хочется в данный момент времени. В этот момент возникает желание, которое говорит ничего страшного, можно жить двумя жизнями, немножечко Торы, немножко обычной жизни. Я думаю, что понятно, что я имею в виду. Так вот, говорит Шлома Амеллах, что ты должен уйти от этого человека, отдалиться от него. Агро объясняет, что если ты можешь ему объяснить, то надо с ним воевать, доказать ему. Если ты не можешь, то отдались, второй пирож. Ты не должен находиться, потому что таавод этого мира, это такая сила, что когда они звучат и тебе их говорят, то она не может не притягиваться. Фактически, это заповедь Торы, который мы читаем два раза в день в Криат Шма. Лото Туру ахарейлевавэхам харейнейхам аширатэм за ним ахарейхам. Не следуйте вслед глаз и сердец ваших, которые мы вы следуетесь. Тора употребляет слово за ним, блудница, которые вы блудите, я не знаю, как по-русски сказать, следуя за ними. Блуд, понятие зана, знут, это значит уйти в состояние, которое для тебя, перевод слова зана, это зара, чужая, в состояние, которое для тебя чужое. В тот момент, когда глаза, а глаза видят, как, я думаю, мы все догадываемся, в основном аламазе, а не Тору, так случилось, когда мы следуем за глазами, которым вы соблазняете, то мы следуем в мир, который для нас чужой, мы уходим из того мира, который настоящий мир, из мира Торы. Фактически, каббала Тора, бекфия, то, что Тора была дана насильно нам, это было связано с тем, что нам показали, что без Торы мир не может существовать, это насилие, которое было произошло. Натафи Гейб, Гемори Авой Дезойра, Раша объясняет, что Амисрейль в этот момент был полностью лишен свободы выбора. Но кфия состояла в том, что нам показали, что вы должны умирать для Торы. Этот мир и Торы несовместимы. Я не имею сейчас в виду не получать удовольствие. Все знают, что можно и нужно периодически в этом мире получать удовольствие и так далее. Но митцвот лав-лиганот-нинду. Мы привыкли к такому пониманию, что человек должен митцвот кдойлили, йод-бе-симха и так далее. Мы должны радоваться во время митцвы. Митцва легко, митцва вкусно, Тора дана для того, чтобы все было хорошо и так далее. Несомненно. Но митцвот, симха, радость от митцвот, должна быть радость от митцвы, а не радость от этого мира. То есть, человек должен понять, что жизнь, она становится новая. Йотермизе, более этого, это написано в нескольких местах Тора. Когда Амисреэль подошли к горе Синай, в Рошходыш-Сиван, в Рошходыш-Сиван они расположились около горы Синай. Само слово Синай, во-первых, слово Ходыш, начало месяцов, говорит Мидраш, что там появились дворим Ходашим, новые вещи. Новые вещи – это Тора. Им открылось, что Алла Мазе и новый мир, Алла Маба, это совершенно разные вещи. Первое. Второе. Все знают, Мидрашим, который рассказывает Гимара в Шабате, что когда Амисреэль слышали первую заповедь о Нахиха Шема Лакейхов, «Я Всевышний ваш Бог», они все дружно померли, умерли, и, умерев, Всевышний их воскресил. Они услышали вторую заповедь, снова умерли, снова Всевышний их оживляет. Больше они этого не стали делать, попросили, чтобы Всевышний говорил Маше, а Маше передавал их. Одна из вещей, которую хочет сейчас сказать нам Тора, Гимара, говоря, что весь Амисреэль, получая Тору, дважды умерли, это то, что они отделились от Алла Мазе, потому что Тора несовместима с этим миром. Тайва, которая есть в этом мире, и Тора, это антонимы, это два вектора, они далеки, как восток и запад, их нельзя соединить. И это то, что говорит Шламоамеллах, что ты должен отделиться от Ксиля. Ксиль, это человек, который может осознать Тору, но не может отделить себя от Алла Мазе. Это идея этого пасука. Окей? Двинемся дальше. Следующий пасук. он говорит. Пасук номер восемь. Мудрость разумного знания пути своего, безрассудство глупцов, пусть путь обмана. сейчас начнем с Мальвима, да? Хохма сарум, явин дарко, вы и влад ксилим мирма. Наверное, так и надо перевести, как по-русски. Мудрость мудрого, хохма, арума, арум это человек, который умеет мудрить, она понимает свой путь, а глупость глупцов она приводит к обману. Объясняет Мальвим, что это продолжение предыдущих пасуким, которые говорят о глупости Ксиля. Ксиль и Авиль это разные вещи. Ксиль это человек, которого хватает ума, но его ума недостаточно, его разума, умение размышлять, недостаточно победить свою тайву. А Авиль это немножко другое. Ксиль он не мистопек, он не сомневается в истинности, мудрости Торы, но из-за того, что он находится в плену у своей тайвы, которая ведет его в разные места и не по правильной дороге, поэтому он не в состоянии это делать. Но при этом, даже когда он делает Аверот, то законы мудрости и дата стоят перед его глазами. И тогда он делает всякие ухищрения, я не знаю, мудрствования, какие-то пути такого вот, знаете, вот такого вот пути криволинейного, для того, чтобы обратиться к глупости, для того, чтобы восстать против этого дата, который у него есть. И он говорит, поскольку человек не может сказать, я думаю, что каждый знает про себя, что когда очень хочется делать Аверу, большую или маленькую, мы делаем эту Аверу, не дай бог Луалейну, то в этой ситуации мы всегда оправдываемся и объясняем, почему именно сейчас это самое правильное поведение. На хон человек не может сказать, я сейчас сделаю Аверу, это очень трудно сделать. Поэтому, что он делает в таком случае человек? Он говорит, что я сомневаюсь в том, что именно это, то, что имеет в виду Тора, это и есть хохма и так далее. И я не верю в него из-за того, что у меня есть такие-то, и такие-то свекот, такие-то, и такие-то сомнения. Ивэль, это человек, который не познает хохму из-за сомнений, которые у него есть, и он не в состоянии их решить. Ксиль, это человек, у которого на самом деле нет сомнений, но из-за Таева он не в состоянии выполнять какие-то заповеди. Так вот, здесь говорит нам Шлома Амеллах, что человек, который разумный, он находит правильный путь. Человек же, который ксиль, он приходит к свекот, к своим сомнениям, путем самообмана вот такого вот выкручивания себя и так далее. И он начинает уговаривать себя, что он просто неправильно понимает, неправильно знает и так далее. Поэтому предыдущий начало, до того, как сказать, что будет с ксилем, как он станет Авилем, как глупец, который идет на поводу Таевы, станет глупцом, у которого появляется свекот, сомнения, до этого нам сказано, говорит Шлома Амеллах, что хохма Тарум явин дарко, что хохма, которая принадлежит Аруму, человеку, который мудрый, она поймет правильный путь. То есть, Арум это не хохам. Хохам и Арум это разные слова. По-русски и то и другое будет мудрец. Но слова совершенно разные. Имеется в виду, что речь идет про человека. Арум это человек, который не принял хохму от мудрецов, чтобы знать все пути, по которым надо следовать в этом мире. Тем не менее, он Арум, он не Петти. Петти это простак, такой человек, который не в состоянии ничего делать, и поэтому он легко поддается соблазну любой вещи, которой он встречается. Но его Арумимуд, его вот это вот лукавство, я не знаю, в хорошем смысле этого слова, и его разум, он помогает ему понять разницу между добром и злом и между ложью и истиной. И это написано, что мы молимся о том, чтобы дать Петтайм Арума, чтобы дать простофилям вот эту вот мудрость. А вот этот, Армимеют, вот этот вот способ ухищенной мудрости рассуждений, она обучает человека понять, по какому пути идти, для того, чтобы он не пошел по дороге, в котором есть какие-то свихот, какие-то сомнения, и где он не знает, хорошо это или плохо. Его мудрость, такая природная мудрость, она помогает ему лишь, Штадель попытаться понять своим разумом ту дорогу, по которой надо двигаться. И это и есть его мудрость. Что даже, когда он не принимает это от Талмидей Хохомим, от предыдущих поколений и так далее, у него нету каболы, по которой он знает, как правильно себя вести, тем не менее, он находит свою личную дорогу, по которой он идет, благодаря тому, что он обращает внимание на каждую мелочь и пытается понять, как правильно себя вести. И из этого он приходит к Хохме, каким-то деталям и так далее. И это называется Хохмат-Арум. Хохма не полученная, а хохма, которая дана, дается человеку благодаря его разуму, его попыткам понять правильный путь. Ксиль, он не Петти, это другой человек. У него, в общем, какое-то знание есть. Как может быть, что он пойдет по пути глупца, который является Софеком, объясняется, что его Тайва приводит к тому, что он превращается в Петти из-за своей Тавы, из-за своих желаний, вожделения и так далее, у него появляется желание, что каждая вещь, которую ему рассказали и которую он принял, в каждую из этих вещей входит Софек, входит сомнение. А Софек, это как только появляется Софек, сразу же очень тяжело с ним бороться. Поэтому одна из вещей, которые нам нужны, это лист с Талекми Софека отдалиться от Софека. Окей, это Перушмальбима на этот посылок. Теперь, я хотел еще одну вещь до Гагро сказать, до того, как мы будем читать Гаона. Есть еще одна накуда, которую надо, наверное, как-то... Есть Рамуф Шульхонорохи, который базируется на Тосу с Гемори Минуход. Человек, который совершил какое-то жертвоприношение, какую-то Аверу, при определенном виде Аверот, Тора сказала, что кроме Чува, он должен, кроме Раскаяния, ему нужно принести Корбен жертвоприношение в храм. Жертвоприношение, которое приносится за Аверот, делится на Хатас и Ашам, за митсвот Лото Асе, митсву не делай, который человек, не дай Бог, нарушил. Если это митсву Лото Асе, которую он сделал бы Шогик, случайным способом нарушил, и она связана с наказанием, за которое, за специальное нарушение положен Карет, Карес, то он должен принести Корбен Хатас. Если он сомневается и не знает точно, сделал он это Аверу или не сделал, например, он знает, что он съел какой-то кусок жира и не знает, этот жир был запрещенный жир Хэлов или разрешенный жир Шуман, то в этом ситуации ему нужно принести Корбен, который называется не Корбен, не жертвоприношение Хатас, а жертвоприношение Ашам. Ашам – это жертвоприношение за неточно известный грех, который ты сделал, который невозможно выяснить, было Авера, не было Авера, за это положено Корбен Ашам. Тора прямо в Кумаше говорит, какой цены должно быть жертвоприношение козленок, которые ты покупаешь на Ашам и на Хатас. Так вот, Ашам стоит дороже, чем Хатас. И Тосос объясняет, почему и Рамо так по Сакна Галоха. Поскольку, Рамо в Шульханорахе, но только Рамо не про жертвоприношение, а про другое, поскольку я точно не знаю, сделал я Аверу или нет, то Тшуу за эту Аверу сделать тяжелее, чем когда я точно знаю, что была Авера. Потому что, когда человек точно знает, он раскаивается, он переживает и так далее. Когда у него есть какие-то минимальные свекот на эту тему, то он себя уговаривает, что ничего страшного не произошло. Поэтому Лахзор Батшува намного труднее, чем Лахзор Батшува, когда я точно знаю, какая Вера сделана. Это посак Рамо на Галоху и приводит Макор этому источнику, вот эти вот Тосос, эту Гемору в Минухас, которая говорит, что жертвоприношение Ашам дороже, чем жертвоприношение Хатас. Поэтому здесь говорится, что Ксиль это человек, который может прийти разному, правильному объяснению, но он уговаривает себя и вводит себя в свекот, вводит себя в сомнения, а после того, как появляется сомнение, намного легче сделать Аверу и намного тяжелее делать Шуву. Фактически, это я добавляю к Шатум Альбима, что имеется в виду, что Ксиль это человек, который разумный, но из-за тайва он рождает в себе сомнения. Гаон говорит нам так, что Хохмас Арум понимает мудрого, понимает дорогу. Слово Арум переводится в Хумаше двумя словами. Когда сказано, что Нахаш был Арум Миколь Хая, змей был самый мудрый из всех животных, то слово Арум означает мудрость. Когда сказано, что Адам и Хава были Арумим были Арумими не стеснялись, не имеется в виду, что они были мудрыми, поэтому не стеснялись, имеется в виду, что они были голыми, поэтому не стеснялись. Поэтому Гаон идет по пути перевода слова Арум как слово голый. И он говорит, что мудрость должна быть голая мудрость для того, чтобы понять свои пути. То есть, человек должен быть постоянно голый в своем страхе перед Всевышним. Он не должен страх перед Всевышнего, он не должен его каким-то образом одевать в какие-то одежды и закрывать его и скрывать его нет этот страх должен быть обнажен для того чтобы человек постоянно боялся творца и это хохма которая должна быть у человека который раздет который голый перед творцом то есть он не скрывает не закрывает свой страх и страх мудрость она соединяется с этим страхом и об этом сказано потому что нахаж змеи был самый голый и самый мудрый из всех зверей которые были на земле и после нескольких силу им после нескольких диалогов которые он провел с хавой он соблазняет хаву до того состояния что он макшиль человека что его словами он соблазняет человека на авэйру которую нужно сделать понятно что нахаж это я царгара я царгара обладает мудростью поэтому человек его и рад шамаем она должна быть с одной стороны голая неприкрытая он должен опасаться всевышнего и понимать что всевышний увидит в раздетом состоянии и никакие одежды не помогут с другой стороны для того чтобы бороться с этим нахажем нужно арум в смысле мудрости мудрость для борьбы с и царгарой поэтому человек должен быть арум в смысле мудрый для того чтобы понять мудрствования я царгары и уметь пользоваться своей мудростью для того чтобы опасаться своей природы что может прийти из-за своей природы человек может прийти к авэйре рамхаль пишет о том что человек создан таким как он создан в том виде в котором он есть для того чтобы разум все время воевал с его телес с его телом то есть существует понятие материальности человека и существует понятие разум человека материальность человека его инстинкты его тело они в общем и целом все время хотят какой-то авэйры без несомненно все время и постоянно до тех пор пока разум не победит разум который идет сверху разум всевышнего который мы принимаем путем изучения тора причем путем пса галаха который мы получаем от раба ними так далее после этого мы это входит в нас это становится разумом и должно войти в состояние дата и после этого можем бороться со своими инстинктами из матери с материальностью этого мира но при этом разум человека должен быть уметь идти вот таким вот путем тоже ира должна быть прямая а разум должен пользоваться такими путями чтобы он умел понимал каким образом к нему пойдет я цергора и какие ловушки я цергора будет ставить на него на пути и это главный тахлис мудрости аром арума это главный вот главная цель вот этой вот мудрости такого человека и это то что горит шлама мелах хохмаса рум хохмас человека который как нахаж как рум если не голый а второе значение как этому хитроумный о так он должен быть хитроумный для того чтобы понять пути своей природы и уметь лизахер уметь быть аккуратным и не прийти никакому греху который существует в этом мире то есть человек должен быть в ктафьят в рукописи гаон пишет чуть-чуть иначе все то же самое что человек также как я цергора она арума она хитроумный так человек должен быть хитроумный для того чтобы он понимал как охранять себе от всех путей и знал заранее те пути которыми пойдет к нему я цергора и тогда он не придет ни к одной авере и это главная часть мудрости арума вот этого хитроумного человека познать заранее те пути по которому нужно идти пути по которым ни в коем случае не нужно идти и не попасться в ловушку к я цергоре это первая часть пасука вторая часть пасука и влат ксилим мирма то глупость ксилим она приводит к самообману ксилим это человек который не знает он изначально они еще не достигли состоянии влута вот этой общей глупости такой стопроцентной но они тем не менее не могут не в состоянии понять поскольку у них нет вот этой хохма бомирма хохма который хитроумный хохма у них нету то они не знают где именно и как именно им встретиться я цергора поэтому они по глупости делают ошибки это первый пируш и второй пируш что такое и влат ксилим мудр глупость глупого имеется ввиду что недостаточно что они ведут себя как ивлим как глупцы но они еще приводят к мирма мирма в данном случае он ставит гаон для объяснения ставит бенен ефиль побудительное наклонение они приводят к тому что они мир мой начинают обманывать других чтобы другие были как у как они и тем более что они не в состоянии выпрямить свои дороги но они кроме этого убеждает других людей что мы идем по правильному пути и так и надо жить что убеждает других что их путь правильный это они делают это относительно боково на более или менее специально это дело сознательно что имеется ввиду что я не знаю обращали вы внимание или не обращали внимание но существует такая такое понятие что когда человек хороша когда он нечестивец когда он не цадик скажем так то его раздражает само по себе наличие какого-то человека который является праведным человеком скажем так существует понятие вот у нас в религиозных людей есть заповедь надо убеждать ближнего не делать авейру и тогда ты не понесешь наказание за ту авейру которая делает ближний то есть если ты можешь его переубедить а ты не пытаешься это сделать и не переубеждаешь то ты несешь наказание за и верот поскольку кол исраиль мы равим збз shoulder ли Israel оравим за база все евреи они являются гарантами друг за другом поэтому за вейро шимона отвечает ровен за веру ровена отвечает иуда поэтому весь израиль они связаны друг с другом и они должны помогать друг другу поэтому когда мы видим человека который не соблюдает митсвот мы стараемся каким-то образом его приблизить иногда очень неудачно иногда удачно это зависит от все это дешма исключительно помощи от всевышнего но бывают самые невероятные вещи но хиюв помочь человеку познать что такое тора у нас есть для того чтобы этот человек получил амаба тем самым выполняем заповедь в агапта ларех камоха возлюбив ближнего как самого себя но кроме этого это чисто эгоистическое состояние чтобы не понести наказание за вейру другого человека я не знаю в курсе вы или нет но у не в нерелигиозном мире тоже есть некие семинары лекции и так далее которые пытаются оттянуть людей от торы и и привести их состояние антирелигиозного существования есть целая организация в израиле которая такая организация которая была сделана человеком который сам ушел от тора я не буду сейчас входить в эти подробности происходит это от того что человек который попался в свою езергору таева ксиль или ивэль неважно что или по глупости или каким-то образом но он ушел от состояния понимания торы ему мешает для него является ненормальным сам факт существования другого человека который находится в состоянии хахама арума человека который пытается соблюдать заповеди находится внутри мит свод поэтому само состояние раши для него состояние когда кто-то другой не раша это состояние ненормально поэтому он пытается бы мирма вот с этим хитро мудрствование не знаю как это сказать он пытается не только себя убедить в правильности своего поведения но убедить всех остальных или хотя бы кого-нибудь что его поведение она правильно и что человек так и должен себя вести начинается это стаевы которые есть у человека продолжается тем что он вводит к себе спикот а после этого он мудрствует и доказывает что это единственное правильное существование не только для него но и для окружающих это то о чем говорит гаон в своем втором пируши окей следующий пасук номер девять говорит нам так глупые искупят вину в скобках у меня написано за деньги посмотрим почему а среди благочестивых благоволение мальбим говорит только надо его найти и в лимге лица шам глупец он будет насмехаться и делать шам молиться что такое молиться объясняет мальбим это человек который стоит между двумя людьми для того чтобы молиться молиться это притча что-то такое которые находятся между людьми чтобы легалот раянот чтобы раскрыть каждому из них что думает и хочет сказать его товарищ то есть у нас есть два человека один из них не знает что хочет другой например не понимает молиться это переводчик тот который рассказывает руэну ты знаешь что он хочет что-то и то-то мальбим приводит доказательства откуда я знаю что молиться переводится как переводчик из того что когда юсеф разговаривал с братьями молиться между ними был вот этот тут молиться тот который рассказывал братьям что хочет и сэр и сэр что хотят братья ваше уро и имеется ввиду что есть разница бен ивлим елиц ащама бен ешарим елиц рацион есть ешарим которые говорят угодные вещи пересказывают угодные всевышнему вещи есть вещи которые человек который а в лим глупец он пересказывает вещи которые ведут к греху к ашаму имеется ввиду что те обелим те глупцы которые сомневаются и отрицают законы мудрости и они идут против этой мудрости на сто процентов но не как силем к силем это другой вид мы договорились что ксиль понимает мудрость торы но им просто то его не позволяет соблюдать что на то что нужно соблюдать а эти люди делают это бомерва нет ксилим делает это обманным способом чтобы обмануть свою тайву ешорим понятие ешар относящийся к праведнику это антоним понятие авили авиль это человек который глупец который не мудрствует а просто вот он глупец ешар это который построил все пути своих своего бина своей разума и он достиг понимания того что такое истина а виль он далек от истины он удален от нее он антиистина он глупец он не понимает что км это человек который мудрый человек он обратная ситуация человек ешар он строит весь свой путь весь свой путь прямо к ешаруту прямо к мэтту даркей хохма пути мудрости они построены в сердце и шарим сердце этих прямых людей и они точно знают мысли и так далее и строят все для того чтобы достигнуть эти этой мудрости этого мэтта а велим это люди которые в душе совершают какие-то грехи что их сердце ощущает у них у него есть ощущение в сердце про действия которые делают это хорошо или плохо то есть разумом они это не постигает но сердце авиля она постигает и знает что он должен получит за это на хозяин наказание и его душа она переживает по поводу действий которые он сделал а сердца прямых людей которые стремятся к истины они радуются это сердце радуется и это сердце ощущает что действия которые не делали она угу эти действия угодно всевышнему и это тот молитв ощущение горгаша чувство извините это тот молитв это тот переводчик который находится между человеком и всевышний который показывает ему те тайны которые есть поэтому у ешарим сердца радуется своим действием поскольку она показывает что эти действия угодно творцу а велим сердца разумом они не понимают что они делали по той или иной причины либо из-за таевы они уговорили себя что этот путь самый лучший либо они просто немножечко обисовывали так идиоты поэтому не понимают как правильно себя вести но они себя ведут неправильно по глупости но при этом ощущение у них остается на душе осадочек остается это то что он говорит тот молитв который находится то есть у человека есть какой-то к это лакмусовая бумажка какой-то индикатор который показывает и человек всегда может познать сердцем по правильному пути он идет или по пути наоборот это пшат этого пасука так как его учат мальбин смотрим гаона мы должны успеть гаона тоже пройти авиль это человек который разговаривает без ишу в да от принимает решения не проанализировав не закончив без ишу в да от маша балев лепив то что приходит к нему в уста он сразу же говорит даже те вещи которые относятся к своему товарищу он не может проанализировать что товарищ обидится и не может разговаривать бедерих кого-то так чтобы с уважением после этого он должен прийти к товарищу объяснить ему то что я сделал своей душе я сделал глупость я не это имел ввиду и так далее поэтому они постоянно находятся в состоянии когда у них есть ашам ощущение своей вины а после этого нужно лимлоц то есть разговаривать и объяснять почему я это сделал почему я сварганил такую глупость среди людей прямых которые полностью достигли состояния близости к истине они ешарим они прямые в своих речениях поэтому прежде чем сказать они всегда хорошо подумают как говорить чтобы не попала к человеку какого-то обиды из-за своих слов это гаон гаон объясняет пасук в общем точно так же как мальбин только мальбин объясняет что речь идет про вейру между человеком и всевышним гаон между человеком и человеком в общем гаон остался на том же пшате что и мальбин только он считает что что махомел их здесь дал нам машаль пример который он сказал мишли который он сказал про отношение между людьми но точно то же самое происходит в отношении к человек между человеком и всевышним человек который продумал как себя вести он никогда никакой авере не сделает потому что найдет по пути который называется и шар человек который попадает в лапок своей цергоре он делает какую-то вещь которая неправильна и мальбин здесь добавляет что при этом и у того и у другого при авере который он сделал несмотря на то что разум может не понимать до конца но сердце будет всегда чувствовать сделать человек аверу или нет всегда я не знаю всегда ли всегда я добавил себя мальбин пишет что бывает что сердце чувствует эти вещи окей таким образом мы на сегодня закончили мы закончили девятое предложение эмет состоит правда состоит том что 10 является продолжением но это уже в следующий раз боезра до шемид барах всего доброго до новых встреч